Биг Старшоу Звучним жартам дуету, що має назву брати Шумахери Сьогодні у нас в гостях зірка гумору та пародії Один з братів, що став гумористичним обличчям президента країни Биг Стар, велика зірка з великим прізвищем Великий Зустрічайте Юрій Великий У нашому шоу Юрій Великий відповість на різноманітні питання журналістів І ми очікуємо невідверту відповідь У фіналі програми Юрій Великий визначить кращого журналіста Биг Старшоу І визначить його кубком переможця Юрий, якщо б счастье було національній валюті, що б зробило вас багатим? Нічого себе! А мне сказали, діти вопросы будуть задавати Вообще, чоловік счастлив, коли все його родні і близі живі і здорові Я думаю, якби всі мої родні і близі Люди, яких я люблю, с кем я общаюсь, с кем мене зв'язує життя Я дуже хочу, щоб вони були живі і здорові І щоб всі хороші люди були здорові Тоді, мені кажучи, буде всімірне счастье Спасибо багато! Ви говорили, що всі ваші шутки взяты із повседневній життя Скажіть, яка шутка була б худшою? Якщо чесно, завжди стараюсь запомінать Тільки саме лучшою і саме хороше Якщо щось було худшою, я стараюсь Наверно, не обращати на це внимание Тому що, якщо ти обратиш на це внимание А то зритель точно так же увидит твою реакцію і подумає «Да, наверное, це його самая худшая шутка була» Юрий, на кого б ви никогда не сделали пародію? Сложний достаточно вопрос Мне кажется, не хочеться пародировать людей, которых не хочеться слушать Пока я этих людей не определил, но я думаю, вони появятся І я на них эту пародію не сделаю Юрий, переставьте ситуацию До конца света осталось 24 часа Что б вы сделали самым первым? Так, до конца света 24 часа осталось Это, получается, завтра в понедельник в десять утра конец света Господи Бог Нужно работе, нужно быть в это время Так, ну, наверное, попытался бы, не знаю, поехать в какую-нибудь экзотическую страну Где я никогда не был И, наверное, с детства бы мечтал побывать Возможно, это была бы какая-нибудь страна Латинской Америки Вот, если бы удалось быстро купить билет на самолет Я бы, наверное, слетал бы туда Спасибо Юрий, я знаю, что вы собираете модели кораблей В какие моменты жизни вы даете играть со своими моделями кораблей своей маленькой дочери? Первый свой корабль я начал собирать, наверное, где-то лет Ну, такой, я имею в виду, когда уже по чертежам каким-то А папа помогал мне, наверное, лет в восемь Я начал собирать первый корабль Он у меня до сих пор лежит дома в несобранном виде И, собственно говоря, ни один из парусников у меня не доведен до конца Я надеюсь, что ближе к пенсии туда будет чуть больше времени для этого дела Я обязательно свои парусники дострою А дочка, она... Мы, кстати, с ней тоже собирали парусник Есть такие 3D-модели, 3D-пазлы И мы с дочкой собирали И вот там, по-моему, осталось флаг прицепить Только и все Юрий, скажите, что бы вы хотели изменить в своей жизни больше всего? Но понимаете, что это невозможно Я хотел бы изменить свою внутреннюю дисциплину Потому что очень часто скапливается столько дел, когда ты не понимаешь, за что браться в первую очередь Поэтому я понимаю, что это невозможно, но я приложу все усилия, чтобы это изменить Спасибо Менделееву приснилась таблица Менделеева А великому снились великие сны и какие? Часто снятся великие сны Мне снятся сны, что у меня длинные волосы Я посмотрел на вашу прическу, мне она нравится Мне снятся сны, что я прихожу в парикмахерскую и стригусь И в конечном итоге все равно вот это получается в конце Возможно, лучше бы мне приснилась таблица Менделеева Я думаю, что если она мне приснился когда-нибудь И я открою какой-либо новый компонент в ней Тогда это и будет, наверное, великий сон Если вы такие смелые, можете рассказать то, чего вы боитесь? Ой, боюсь каких-то таких, знаете, ситуаций, которые могут произойти незапланированно Я боюсь остаться невостребованным Я боюсь, что в какой-то момент мой юмор, мои шутки, мои тексты, мои размышления Мои какие-то авторские возможности могут оказаться для зрителя ненужными Есть боязнь того, что ты можешь стать актером одной роли Как часто происходило со многими актерами Поэтому очень важно не стать заложником одной роли А пытаться все-таки разнопланово развиваться Играть как можно больше, расширять образы своих персонажей, своих пародий И тогда, наверное, думаю, это придает какие-то внутренние силы И внутренняя уверенность И боязнь уходит на второй план Спасибо Ваш псевдоним Урмас Юрьевич Шумахер Почему именно Урмас? Когда я поступил в институт в 90-далеком-далеком 1997 году Я любил рассказывать Я пришел в студенческий клуб, где собирались ребята творческие Я всем ходил, рассказывал анекдот про одного горячего эстонского парня Которого звали Урмас Мне кажется, надоело этим анекдотом всем остальным Что они меня просто внегласно прозвали Урмас Учитывая то, что меня зовут Юра Меня начали называть Юрмас, Урмас и так далее И с тех пор меня так и стали называть Оно ко мне привязалось И, наверное, после того, как я уехал из Одессы Меня перестали так называть Поэтому я настолько отвык уже от этого Вы когда сказали «Урмас Юрьевич» Я как-то подумал, что, может быть, это и не обо мне Я знаю, что вы пародировали много людей А сейчас вы бы смогли спародировать Любимого персонажа из вашего любимого мультика Кто это будет? У меня любимый мультик – это «Остов сокровищ» Был такой Я с самого детства любил Там было множество персонажей Множество И там был такой персонаж Для пародии, я имею в виду, множество Был такой персонаж Билли Бонс Это был старый пират Он говорил таким голосом Он заходил и говорил «Джим, Рома, мой мальчик, а?» И вот так он чихал Был этот Джим, который таким инфантильным голосом Говорил «Да, слушаю вас, доктор Ливси» «Доктор Ливси, я вас слушаю» И был доктор Ливси, который всегда был такой улыбчивый Этот персонаж импонирует мне тем, что он нарисован так, что хочется всегда соответствовать его образом Он всегда улыбчивый, у него всегда все на позитиве Он говорил «Так, здравствуйте, дорогие мои! Здравствуйте!» Это селезеночка величина, потрясающий Вот это такой человек был Поэтому, наверное, этот мультик с самого детства для меня является одним из самых любимых И персонажи, которые… Одни из самых первых пародий – это были на этих персонажей Спасибо! Спасибо! А вы можете поздороваться с нами, как Порубий? Конечно, могу! Доброго дня! Я Андрей Порубий! С вами здорово! Все доброе! 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 Я заметил, что в шоу «Браты Шумахеры» вы ведете себя и серьезным, и веселым А в жизни? Вы любите себя серьезным? И колы вы себя еще вот это серьезным? Так, хороший вопрос ты задал! Значит, я там и серьезный и веселый был, да? Значит, я понял, что веселый, когда было смешно… Ну, бывает и строгим был… И строгим был… Ну, к соседям… Бывало, бывало… Конечно, это все зависит от номера и от роли, которую играю Если, например, там сосед, который постоянно делает ремонт и мешает мне спать Значит, я должен быть серьезным и строгим, правильно? Все логично! Да, бываю ли я в жизни серьезным? Очень часто, конечно, бываю в жизни серьезным, я очень серьезно сплю, очень серьезно Я никогда практически не улыбаюсь во сне, даже если я это делаю, я не замечаю этого Поэтому мне кажется, что я засыпаюсь серьезным и таким же серьезным просыпаюсь Особенно, когда это тяжелое утро, я просыпаюсь, и мне хочется спать еще, и я не хочу вылазить из-под одеяла Потому что теплая постелька, а на улице холодно, и в квартире что-то прохладно так, поэтому я серьезен Спасибо! Юрий, вы критикуете себя, когда просматриваете свои выступления? Что вам больше всего в них нравится, а что меньше всего? Очень сильно критикую себя, у меня всегда были критики, это была моя родная старшая сестра, это была моя мама Папа, он меньше, конечно, критиковал, ну, они с мамой, в принципе, одного мнения были, но они всегда критиковали И всегда эти люди, это самые близкие люди, они тебе всегда скажут только правду, они никогда не будут льстить Какой у вас в детстве был любимый транспорт и почему? Любимый транспорт в детстве у меня был велосипед Этот вид транспорта, он очень запоминающийся, потому что я помню даже тот день Я, это где-то, наверное, мне было лет пять, может пять с половиной, в те... Я не очень помню те времена, когда мне было пять лет, но тот день, когда я научился кататься на велосипеде, я запомнил на всю жизнь Как вы отгоняете приступы лени? Я пока не выработал для себя принципы борьбы с ленью, хотя, в принципе, давным-давно должен был выработать Возможно, они у меня и выработаны, но я не даю им полный ход В любом случае, спасибо за вопрос, лишний раз задумаюсь на эту тему, когда и что вовремя делать Спасибо А из чего вы делаете свои корабли? Из чего? Из дерева Из дерева? Дерево, причем это совершенно разные, это разные породы дерева Нельзя просто взять там, пойти в магазин, купить деревяшку и начать делать Везде нужно, для каждой детали корабля нужна своя порода дерева Паруса делаются из специальной ткани, такой толстой, плотой Ну, плюс там краски, для того, чтобы раскрасить где-то какие-то узоры корабля и так далее Я знаю, что вы собираете корабли, каким кораблем вы восхищаетесь? Об этом можно очень долго рассказывать, но если вот коротко, я очень сильно восхищаюсь кораблем, который до сих пор Этот корабль был построен в 18 веке И до сих пор он стоит как корабль-музей в Англии, в Портсмунде, по-моему Называется этот корабль «Виктори» Это победоносный корабль, это был флагман, флагманский корабль адмирала Нельсона, который в 1805 году в Трафальгарском сражении смог сделать просто немыслимое Учитывая то, что он был очень талантливый полководец, мореплаватель, адмирал, он смог победить франко-испанскую эскадру, которая в полтора раза превышала численность его кораблей Поэтому, наверное, даже не столько корабль для меня является легендарным, сколько капитан этого корабля, та личность, которая смог такое воспроизвести Вас зовут Юрий, и вашего отца тоже зовут Юрий Все правильно Вас в семье называют Юрием первым или Юрием вторым? Юра малый, папа Юра старый, я Юра малый, мама нас так называет Иногда меня мама называет Юрочка, иногда называют меня Юрася Но когда мама папе что-то хочет попросить, чтобы он срочно сделал, а папа, например, смотрит там по телевизору со мной какой-нибудь футбол или еще чего-нибудь, а маме нужно срочно там помочь что-то Она зовет папу тоже Юрочка для того, чтобы его сразу задобрить, поэтому у нас такое распространенное, в семье распространенное имя Юрочка Какая у вас мечта? Очень хочется жить в мире в какой-то стабильности, чтобы не слышать какие-то плохие новости по телевизору Хочется мира Спасибо Глобально Как вы думаете, что с вами случилось, если бы вы не поступили на юридический и не встретили брата Шумахера? Я очень рад, что я поступил именно в этот вуз, потому что он мне, наверное, был близкий по духу Я рад, что я попал именно в ту команду КВН Конечно же, встреча с Сережей, который, собственно, брат Шумахер, предопределила на долгие годы мою последующую жизнь Я, ну, в принципе, все, что произошло и все, как меня по жизни, скажем так, повело, я ни на секунду не жалею об этом Какой у вас был любимый мультик в детстве? У меня фиксики Какой у меня был любимый мультик в детстве? Я и сейчас фиксики тоже смотрю, каждый вечер пересматриваю Два мультфильма, которые я люблю с самого детства Это были первые мультфильмы студии Уолл Дисней, которые начали показывать на центральном телевидении И назывались они «Утиные истории» и «Чип и Дэл спешат на помощь» Были такие два бурундучка, они спешили на помощь, я специально на кроссовках у себя Вот это у меня, по-моему, Дэйл, вот, а вот это Чип В общем, мне специально нарисовали их, потому что это друзья сделали, они знают, что это был любимый мультик Поэтому я с тех пор хожу в этих кроссовках, и если есть возможность оказать помощь, я ее оказываю Представьте ситуацию Давайте Вы хотите книгу, а ваша жена хочет сумочку Что бы вы выбрали, книгу или сумочку? Да, я себе не могу представить эту ситуацию Ну, конечно, нужно купить эту сумочку, потому что ты сделаешь приятное Если ты купишь книгу, ты сделаешь приятно только себе А если ты купишь сумочку своему близкому человеку, ты сделаешь приятно и ему И когда ты увидишь, что ему приятно, тебе тоже станет приятно Какое имя вы бы дали себе, если могли, кроме Юрия Великий и Урмас Шумахи? Не знаю, возможно, возможно, имя Дмитрий может быть, не знаю почему Вот иногда мне кажется, что меня должны были назвать Дмитрием Дмитрий Великий и Урмас Шумахер Дмитрий Великий и Петя Шумахер Все, новый дуэт Спасибо большое Сколько вы знали в детстве скороговорок? У меня вот второй брат Шумахер, у него отчество было Францевич А я придумал про него скороговорку Францич, шманцич, зажимансич Вот так вот, очень коротко Францич, шманцич, зажимансич Короче, штучек пять, знаю, или шесть На милим и леним и леним, господи, помогите мне кто-то На милим и лениво налима ловили Вот эту скороговорку я не знаю Спасибо большое Я хожу на сарабан, на веселку и на теннис А вы в детстве на какие кружки ходили? А вот первое куда вы сказали? На сарабан, это ментальная арифметика, математика Господи боже мой Сарабан называется, да? Я знаю, Сара Коннор была такая в фильме «Терминатор», а тут сарабан На какие кружки я ходил? Значит, я ходил, меня папа отдал на футбол, я очень хотел играть Потом папа меня повел в музыкальную школу В которой я прозанимался порядка шести лет Я посещал секции судомодельного кружка Я на каратэ ходил Больше всего я отдавал времени музыкальной школе И спустя годы понимаю, что выбор был сделан правильно Спасибо Для зрителей вы Урмас Шумахер Для родных и близких вы Юрий Великий А кто вы для самого себя? Есть те люди, которые называют меня Великий Хотя раньше мне не нравилась моя фамилия Я всегда ее как-то стеснялся Я приходил в какую-то библиотеку Я приходил в городскую библиотеку И мне библиотека говорит, как ваша фамилия? И я всегда тихонько спрашивал, Великий Она такая, как? Я говорю, Великий Она думает, что может быть ее возраст уже не слышит меня Она говорит, вы можете громче сказать? Я говорю, давайте я лучше напишу Писал ей, Великий И она такая, Великий! И на всю эту библиотеку И все такие, кто там Великий? Что там? И все, ага, смотрите, он Великий И вот меня с тех самых пор Я в какой-то момент начал стесняться своей фамилии Сейчас я ее совершенно не стесняюсь Сейчас я вот когда прихожу куда-то Сейчас в библиотеке я уже не хожу Но тем не менее, я прихожу, и говорю, как ваша фамилия? Я говорю, Великий! Так, чтобы все слышали Поэтому, наверное, для себя я Великий, в общем, больше по фамилии И это, как бы, не только, наверное, фамилия Я стараюсь сделать так, чтобы это было состояние души Дай вам подобается жить в доме, в квартире, в шалаше Не важно, где жить Важно, с кем жить Как жить и в каком качестве Вы когда-нибудь забывали свой текст на сцене? И как вы с этого выкручивались? Забывал, конечно А выкручивались мы очень просто Если мы забывали, мы всегда пытались подсказать друг друга Как-то намекнуть, как-то там подмигнуть что-то Либо вывести своего товарища, своего партнера по сцене Вывести на ту фразу, которую он забыл Как вы сдерживаете смех, когда весь зал смеется? Ну, это очень тяжело Это очень тяжело, потому что иногда люди Есть такие люди, которые смеются очень с таким заражающим смехом То есть вот сидит человек, да, допустим И он, если все обычно смеются Ха-ха-ха-ха, ну там, а-ха-ха-ха смеются А-ха-ха-ха, вот так вот на весь зал И ты сам сидишь уже И тебя просто, ну, вот у меня товарищ, который мы вместе работали, Сережа Выступали в «Братьях Шумахерах» Он, когда ему было очень смешно, он начинал плакать Представляете? Вот человек прямо на сцене брал и плакал И эти первые ряды, там, первые 10 рядов, которые это видели Они еще громче начинали смеяться И вот когда они еще громче начинали смеяться Это уже доходило до меня И меня уже начинало просто самого трясти от смеха Но я всегда старался сдерживаться Такое не на каждом концерте было, было слава богу, конечно Я знаю, что у вас есть дочка И что бы вы ей бы купили? Книгу или обруч с ушками кота? Я всегда стараюсь дочке покупать книги А обруч с ушками кота, ну, я, честно говоря, о таком не знал Я думаю, раз среди вашего поколения Это такая популярная штучка Я думаю, что дочери, наверное, тоже понравятся Поэтому я найду этот обруч Учитывая то, что книг я до этого ей подарил уже достаточно много А обручи еще не дарил Думаю, что, наверное, это будет обруч с ушками кота Что является для вас негативной и позитивной стороной популярности? Я не знаю, я вообще стараюсь всегда позитивные моменты какие-то искать И их очень много Это тебя узнают на улицах Тебе говорят там приятные слова А негативные стороны популярности Ты, учитывая то, что ты человек публичный И ты всегда должен держать себя в каких-то определенных рамках Ты понимаешь, что ты не можешь там с людьми где-то, ну, не то чтобы поругаться Даже повздорить или там, хорошее слово украинское, поспорачатайся, да? Какую оценку вы поставите себе как комику-пародисту по 12-бальной шкале? По 12-бальной? Да, супер же Конечно, я хотел поставить себе 12, но это будет не очень, наверное, скромно Поэтому я возьму и 15 поставлю себе Вы брати Шумахера Это потому, что вы в детстве любили играть в машинки, или сейчас любите автогонки? Как любой пацан В детстве мы любили все, что связано с машинами, все, что связано со скоростью Ну и, конечно, при выборе машины Вот у меня машина красного цвета Я, наверное, ориентировался на то, что в свое время Микаэль Шумахер ездил на красной Феррари У меня, правда, пока еще не Феррари Вот, но уже какой-то шаг к этому я сделал Машина красного цвета, и мне очень нравится ее водить Спасибо Специально сообщили про распадание группы братьев Шумахера на 1 апреля Я могу сказать так 20 лет мы вместе выступали И с этим очень много связано Очень много хорошего, конечно же Но все, всегда конец чего-то старого дает начало чему-то новому Поэтому важно не расстраиваться, а идти всегда с какими-то далеко идущими планами в будущее Когда Юрий Великий считал себя воистину великим? Воистину великим? Ой, пока еще никогда Я надеюсь, еще будут какие-то определенные жизненные обстоятельства Определенные какие-то шаги, которые я сделаю Какие-то достижения будут, когда я смогу себя воистину великим посчитать Пока еще такого не доводилось Спасибо Юрий, в чем ваша уникальность? В том, что я мог бы быть воистину великий, но пока еще я не дошел до этого И думаю, что уникальность моя, как любого человека, заключается в том, что я где-то по-своему в чем-то немножечко уникален Как вы думаете, заменили бы вас робот на сцене? Меня роботы заменили бы? Да никогда в жизни, вы что? Как меня такого уникального человека могут роботы заменить? Никогда Не знаю, я бы хотел посмотреть на своего робота Я смотрел уже на своего мультипликационного персонажа Пока только анимировали, но робота еще не сделали Спасибо Вы говорили, что у вас хороший слух и что вы любите музыку Что-что? Вы говорили, что у вас хороший слух и что вы любите музыку Что хороший? Я не слушаю Слух Слух? Да А, очень хороший, конечно Нет, музыкальный слух Я шучаю, все слышу И что вы любите музыку Да В связи с этим вопрос С какой музыкой у вас ассоциируются лучшие моменты в вашей жизни? С детства я люблю музыку Я до сих пор езжу в машине, и дочка, я включаю ей, мы слушаем какие-то детские песни, старые-старые детские песни из каких-то мультфильмов, из каких-то фильмов детских, ну, детских моего детства имеется в виду. Поэтому, конечно, то, что нравилось мне, сейчас я хочу передать своей дочке. Далее герою чат-шоу будет запропоновано БЛИЦ, где нужно ответить на вопросы только так или нет. У телефонов есть память. И рано или поздно она заканчивается. Как вы думаете, а у человека в голове она может закончиться? Да. Считаете ли вы, что за некоторые вещи вам уже поздно браться? Нет. Была ли когда-то у вас ситуация, что вы не могли выйти из пародии? Нет. Вы бы хотели сейчас снова вернуться в КВН? Нет. Когда ваш напарник Сергей Цвеловский улетел в США, было ли желание у вас обратно уехать в Одессу и работать юристом? Нет. Смешно ли вам от своих шуток? Да. Вашей дочке нравятся ваши пародии? Да. У вас было желание написать книгу про свои пародии? Да. Чему же Юрий Великовит повести на великое питание? Що деколи? Да. 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 У многих знаменитостей есть свой бренд одежды. А вы задумывались про создание собственного мерча одежды прощайшумахи? Да. Я не знаю, что такое мерча, но да. Я знаю, что вы пародировали много политиков. А вы когда-нибудь пробовали спародировать своих родителей? Да. Можно я отвечу быстренько? Первую пародию я сделал на свою маму. Я заметил, как она кушает смешно, но мне казалось смешной. Я потом ей показал, они все очень смеялись. Поэтому первую пародию я сделал именно на родителей. Вы любите путешествовать? Да, очень. Вам не страшно пародировать Зеленского? Нет. Вообще не страшно. У вас было когда-то такое, что вы хотели перевернуть свою жизнь с ног на голову? Да. У вас был такой концерт, когда вы выступали как женщина? Да. Конечно, был. Вам было когда-то страшно выходить на сцену? Да. Вы хотели вернуться в прошлое? Да. Вы любили помечтать в детстве? Да. У вас была такая ситуация, что вам приснился сон и на следующий день он стал реальным? Пусть будет да. Представьте, в один прекрасный день появилась смешина времени. Вы бы изменили свое прошлое? Нет. Вы умеете пародировать людей, а вы смогли бы спародировать музыканта, который играет на музыкальном инструменте? Это Луи Армстронг. Наверное, в моих номерах стучался, а так в жизни нет. Есть ли какое-то родное и уютное место, в которое хочется возвращаться снова и снова? Да, конечно, есть. Конечно. Вы хотели вернуться в свою палатку? Если бы у меня была палатка где-нибудь на необитаемом или обитаемом острове, я бы с удовольствием туда возвращался. Вы бы могли позвонить мою школу директору и сказать голосом президента, чтобы отменили всю домашку? Да, вообще не проблема. Дадим телефон от директора, я позвоню и скажу. Вы когда-нибудь ходили далеко в лес? Да. Вы бы хотели родиться в другом городе? Да. Если бы вы могли вернуть время спять, стали бы вы что-то менять? Нет. Вы уже много добились своей профессии, изменила ли вас популярность? Нет. Чедо помогает умение пародии в повседневном жите? Да. Ваш самый большой страх стал реальным? Нет. 1 апреля вы объявили о распаде вашего дуэта братьев Шумахеров. Поверили ли вам люди? И да, и нет. Есть такое дело, за которое вы бы не взялись как юрист? Я бы за все дела не взялся как юрист. Хотеть бы выжить самой длинной жизнью на земле? Самой длинной? Угу. Нет, не хотел бы. Вам часто приходится скрывать свои настоящие эмоции не на работе, а в жизни? Да. Спасибо. Наставь час, вы значит, наикраще пытание зустричи. Есть два варианта. Ты выбираешь либо то, что тебя поставило в тупик, либо то, что тебя вернуло в какие-то определенные дополнительные эмоции. И я хотел бы тогда отметить вопрос про путешествия, вот если кто, вот кто-то из ребят отсюда задавал вопрос. Сема задавал вопрос. Сема, выходи к нам тогда. К нам, ко мне выходи. Давай пять. Спасибо тебе за вопрос. При аплодисментах твоих друзей вручаю тебе. Спасибо большое за вопрос. Спасибо. Спасибо. Я вообще не ожидал, что я выиграю. И спасибо Юрию, что он оценил мой вопрос. Я так рада, что выиграл мой брат. И мне понравилось, как Юрий так рассказывал долго на каждый вопрос. И каждый вопрос был для него важен. Интервью было очень интересным. Я очень много чего узнала о Юрии. И, так сказать, открыла новые стороны медали. Я пришел первый раз сюда. И мне здесь так понравилось, что я хочу не уходить отсюда. Басылка – это просто круто. Мои впечатления – это было очень круто и весело. Мне очень понравилась эта съемка, потому что Юрий Великий отвечал очень весело и когда надо было серьезно. И Юрий Великий был очень веселым и крутым. Мне очень понравилась съемка «Юрий Великий очень веселый». Это была моя первая съемка. И спасибо Юрию Великому, что он ответил на все вопросы. Я очень надеюсь, что это все было искренне и что он действительно отвечал нам предельно честно. Все было очень круто и весело. Я хочу сказать огромное спасибо Юрию Великому за сегодняшнюю встречу. Она подарила нам очень много новых эмоций. Он был очень интересный, мне с ним было приятно поболтать. Все было очень круто, мне очень понравилось. Мне очень понравилась эта съемка, встреча со звездой. Я получила очень большой опыт побыть оператором. Мне очень понравилось, было очень прикольно и круто. Особенно мне очень понравилось, когда Юрий говорил голосом Зеленским. Это прям, мне аж так, как будто щекотало что-то там очень круто, когда он говорил. У меня первый раз такие впечатления. Юрий Великий отвечал с позитивом, со смехом в некоторых ситуациях. Так что очень классное интервью. Я все-таки думал, что я выиграю, но я выиграю Симеон, как и с земной в чипсе. И я за него очень радый. И я заметил, что кубок новой модели. Поэтому хочу, чтобы все выиграли кубки из старой новой модели. Чтобы все были счастливы с кубками. Веселка ТВ – это моя радость! Я Юрий Великий. Сейчас нахожусь в компании таких замечательных людей, с которыми сегодня у меня произошел потрясающий диалог. Я, честно говоря, очень был впечатлен сегодняшним общением. Поэтому хочу сказать, что Веселка ТВ – это круто! Это Бит Старшоу. Тут и побачимось. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова